Я начну свои вопросы с вопроса о том, как бы вы охарактеризовали сегодняшнее общее положение дела на постсоветском пространстве. Оно противоречиво. Образовательные реформы, которые проводились на протяжении 20 лет, в момент распада СССР, вызывают неоднозначную реакцию и у экспертов, и в самих постсоветских обществах. С одной стороны, безусловно, вхождение в общее мировое европейское пространство в рамках баллонской системы – это свершившийся процесс, по крайней мере, для большинства стран СНГ. Но в то же время бонусы, связанные с введением новых механизмов образования, например, перехода к двухступенчатой системе бакалавриата и магистра, многим кажутся далеко не безусловными. Много нареканий относительно качества вузовского образования, но это тесно связано с тем, какой контингент приходит из школ в высшее учебное заведение на первые курсы. То есть, скажем, реформы идут, они не завершены, но есть определенное беспокойство в отношении того, не выплеснем ли мы вместе с водой ребенка, не потеряем ли мы те достижения, которые были в старой советской школе, за счет приобретения новых, но пока еще не устоявшихся моделей. Я думаю, что ближайшие 5-7 лет будут в этом отношении переломными показателями. Все-таки больше мы приобретаем или больше теряем? Спор продолжается. Именно в сфере образования? Совершенно точно. А если говорить о более глобальных вещах, не только об образовательных, но о положении стран, о новых политических объединениях на постсоветском пространстве? А вы знаете, как ни странно, эти вещи связаны, потому что качество человеческого капитала есть определяющий элемент всей модернизации, который прежде всего связан с переходом к более высокому уровню экономического, социального, политического развития, к новым стандартам качества жизни. Без перехода к экономике знаний построить конкурентоспособные системы невозможно. И вот здесь как раз и возникла проблема, что большинство стран решает эту проблему в режиме ручного управления, то есть, грубо говоря, какими-то технологическими приемами. Нужно заниматься строительством фундамента, в основе которого лежит, конечно, человек, уровень его образования, уровень стандартов в качестве жизни человека, здравоохранения. Ну, то есть, много-много вещей, которые все равно, так или иначе, выходят на одну очень простую форму. В центре форму должен стоять человек. И не случайно, что и в России, и в Казахстане, и в Белоруссии сейчас учащики говорят о том, что надо вот это человеческое измерение модернизации поставить в углового угла. Ну, как вот Александр Лукашенко об этом говорил еще в 2007 году, выступая на съезде профсоюзов. Сейчас Назарбаев выступил статью «20 шагов к обществу всеобщего труда». То есть, мы возвращаемся к тому, что в центре политического развития постсоветских стран все равно будет лежать идеология. А идеология ориентирована на то, чтобы поставить в центр реформ человека. Не про реформа ради реформ, а создавать им ярко выраженное человеческое измерение. На ваш взгляд, какая из организаций, вновь созданных после развала Советского Союза, на сегодняшний день играет определяющую роль в политических и не только политических процессах на постсоветском пространстве? Я думаю, что наиболее успешным интеграционным проектом является таможенный союз и единое экономическое пространство. Все-таки Россия, Казахстан и Беларусь сумели преодолеть вот эти центробежные тенденции и выйти на траекторию устойчивой интеграции. И если к 2015 году этот темп сохранится, то да, договор о Евразийском экономическом союзе, я думаю, будет подписан. Что касается СНГ и ОДКБ, это важные интеграционные структуры, но у них есть определенные проблемы внутреннего характера, которые пока до конца не позволяют им реализовать собственный потенциал. ОДКБ в меньшей степени, СНГ в большей степени. Кого бы вы назвали лидером, а кого назвали бы аутсайдером среди стран, бывшей великой страны? Если брать экономические показатели, показатели социального развития, то тройка призеров это Россия, Казахстан и Азербайджан. Но это за счет использования во многом ресурсного потенциала. Технологически я считаю, что достаточно успешно развивается белорусский проект, потому что Лукашенко удалось сохранить многие социальные гарантии, которые существовали в советское время, но которые не сохранились в значительной части стран СНГ. Про аутсайдера говорить не хочется, скажу только, что, конечно, есть экономические проблемы, очень серьезные и социальные проблемы у Таджикистана и Кыргызстана, но мне кажется, что не все в порядке в украинском проекте. В украинском проекте не все в порядке не потому, что потенциал страны небольшой, он как раз огромный потенциал, а потому что украинская политическая элита никак не может договориться о том, по какому пути пойдет дальнейшее развитие Украины. Отсутствие стратегии, доминирование тактических решений на стратегической линии, все это создает сложности при продвижении вперед. Украина с этим уже сейчас сталкивалась. Сталкивалась при Ющенко и сталкивалась сейчас в эпоху управления Януковичем. Находясь здесь в Минске, хотелось бы услышать более развернутое ваше мнение о положении Беларуси на постсоветском пространстве. Я думаю, что белорусская модель, она нетипична для большинства постсоветских. Потому что все-таки тот путь, который выбрал белорусский народ, он не предполагает таких резких кардинальных изменений в векторе социально-экономического развития. Все-таки Беларусь развивается с середины 90-х годов в рамках эволюционного вектора. Это касается и социальных, и экономических, но это касается и политических сфер. Беларусь для России, безусловно, важнейший партнер и союзник по основным интеграционным проектам. Ну и кроме того, на мой взгляд, существует все-таки общность между двумя братскими славянскими народами, которая дает подпитку интеграции не только на уровне элит, но и на уровне общественного взаимодействия между русскими, россиянами и белорусами. Это тоже очень важно. Потому что при всей близости России и Казахстана все-таки социокультурный капитал России и Беларуси, он ближе, чем, допустим, России и Казахстана и Беларуси и Казахстана. Это второе. Третий момент, конечно, как и в Беларуси, так и в России мы видим фактор сильного лидера. Лукашенко в Беларуси, Путин в России. Часто задают вопросы, похоже, насколько они похожи по своим психотипам. На этот вопрос ответить достаточно сложно, потому что все-таки методика управления, которую выбрал Александр Григорьевич Лукашенко, она несколько иная, чем тот путь, который выбрал Владимир Путин. Но, безусловно, они находят общий язык, и это тоже очень важно для взаимодействия между Россией и Беларусью. В советское время Беларусь была конечным звеном технологической цепочки сборочного цеха советского. И здесь очень важно белорусам не растерять вот этот научный, интеллектуальный, технический потенциал. Потому что мы прекрасно понимаем, что вот как раз в условиях конкурентности, которая все более нарастает на мировых глобальных рынках, в интеграционном звене Беларусь может играть очень важную, если не решающую роль, именно за счет вот этих своих конкурентных преимуществ. Да, у Беларуси нет сырья, нет таких возможностей, как у России и Казахстана с точки зрения углеводородов, но есть какие-то другие ресурсы, возможности, которые должны стать вкладом вот в этот общий евразийский потенциал развития. Поэтому я вижу будущее Беларуси в рамках евразийского интеграционного проекта, в рамках Евразийского союза. И вот этот вот союз трех государств, на мой взгляд, это фундамент, основа для постепенного включения в этот интеграционный трек и других участников. Кыргызстана, Таджикистана. Я надеюсь, все-таки Украина в тот момент, когда политическая борьба завершится, и можно будет принимать стратегические решения, нацеленные на формирование новой, модернизированной, сильно устойчивой Украины. Вот в этом евразийском треке и есть, на мой взгляд, потенциал развития на ближайшие несколько десятилетий. В этом евразийском, скажем, трио Беларуси, России и Казахстана, какую роль вы отвели бы каждый из стран? То есть, как бы эту роль вы назвали? Казахстан – это окно для евразийского проекта в Центральную Азию и Азиатско-Тихоокеанский регион. Это безусловно. Потому что Казахстан – это огромная страна с небольшим по численности населением, огромным ресурсным потенциалом, очень толерантный, как и белорусы, кстати, очень такой народ, склонный к коммуникации, то есть нет ксенофобии, нет отторжения соседей. И это позволяет формировать такой общий социокультурный евразийский капитал, в котором роль Казахстана будет очень велика и историческая, и ментальная, и модернизационная. Россия все-таки – это стержень, ядро интеграции, но не как центр притяжения для формирования какой-то новой империи, а центр притяжения на новом уровне – равноправного и взаимовыгодного партнерства, которое, конечно, требует определенных взаимных уступок, но это уступки не только по отношению к России, это те уступки, которые должна Россия делать своим партнером без разделения на старших и младших братьев. Ну и Беларусь – это окно на Запад, потому что к евразийскому проекту проявляют все больше интересы и в Восточной Европе. Мне недавно доводилось быть в некоторых восточноевропейских странах, выступать с докладами по евразийской интеграции. Я вижу, что если еще год назад отношение было скептическим или прохладонейтральным, то сейчас все больше происходит поляризация отношений на Западе к евразийской интеграции. Ее или не воспринимают вообще, или считают, что рано или поздно, но с нами придется считаться. Поэтому каждый из трех участников, у него очень важная смысловая нагрузка в рамках этого проекта. И когда говорят, вот можно было бы так, Россия-Казахстан без Беларусь, или Россия-Беларусь без Казахстана, невозможно было бы. Мне кажется, что вот этот трио как раз, оно уже формирует не просто общий рынок, а именно общее тело евразийской экономики. А это совершенно другой уровень ответственности. Поэтому я считаю, что мы сейчас на переломном моменте, и может быть, как раз именно сейчас, закладываются контуры будущего не только на краткосрочную перспективу, но и для целого поколения. Какую роль вы отводите современным масс-медиа в этих интеграционных процессах? Пока масс-медиа не играет той роли, которую они, по идее, должны играть в продвижении евразийской интеграции. Информационное сопровождение проекта выстроено очень плохо. Если экономическая интеграция развивается по плану, по четко выверенному сегодня прекрасному выступлению госпожи Воловой, на медиа-форуме было, в котором все акценты были очень четко расставлены, за и против, то евразийской интеграции не хватает именно информационной составляющей. Если хотите, грамотно выстроены агитации и пропаганды. Потому что сейчас результаты интеграции мы получаем только на уровне макроэкономики. Многие фирмы, наоборот, потеряли от первого этапа включения в таможенный союз. Ну, кто занимался реэкспортом китайских товаров, например. Так нужно показать людям, что это трудности, которые носят временный характер. Что интеграция нацелена именно на повышение стандартов качества жизни. Показать, когда это произойдет. Показать, что, с чем это будет связано. И этим, конечно, должны заниматься пропагандисты через медиаресурсы, через медиакоммуникации. А делается это очень вяло, неэффективно. И когда выступал в Москве на юбилейной дате союзного государства господина Рапота, он очень правильно сказал, что медиа интеграционных много, но нужно придать работе этих медиа новое качество и новую ответственность. И я здесь с ним полностью солидарен, абсолютно согласен. Чего не хватает этим самым медиа, которые должны были бы работать на интеграцию? Во-первых, проблема не только медиа, но и проблема в том, что небольшое число спикеров работает. К сожалению, у нас, кроме Рапоты, Глазьева и лидеров трех стран, которые объединены в Евразийском Союзе, очень мало людей, которые публичных политиков часто и по делу высказываются в отношении евразийской интеграции. Но это проблема не медиа, это проблема спикеров. Что касается медиа, у них нет четкой стратегии продвижения евразийского контента. Видимо, здесь те органы, которые существуют в рамках Евразийского Союза, должны заниматься в том числе и направленной информационной политикой. Но, допустим, Евразийская экономическая комиссия – это не ее компетенция. Значит, кто должен этим заниматься? Наверное, Евразес. Возможно, должен быть создан какой-то единый координационный орган, который будет работать в этом направлении. Но вот этой стратегической линии абсолютно четко не достает. Отсюда и проблемы с тем, что информация подается несколько хаотично, в ней нет какой-то целостности. Исключение составляет некоторые информационные агентства Беларуси. Хорошо работают РИА Новости в рамках продвижения этого из российских самых крупных информационных агентств. В Казахстане, в принципе, довольно много на эту тему работает агентство Хабар, известное. Поэтому нужна координация между медийными структурами этих трех стран. И нужно в рамках интеграционных органов создавать такие позиции, такие институции, которые бы занимались продвижением евразийского проекта не только внутри общества евразийских стран, но разъясняли сущность его и для Западной Европы, и для Америки. Вот это, на мой взгляд, задача уже на самую ближайшую перспективу. Какие проблемы объединяют СМИ России, Беларусь и Казахстана? — Проблемы, на мой взгляд, в том, что происходит изменение публики, то есть потребителя информации. Ну, например, меньше стали читать печатные СМИ. Значительная доля информационной прежде составляющей уходит в интернет, в благосферу. А медиа медленнее приспосабливаются к меняющимся условиям, чем это требует обстановка. И поэтому иногда мы обсуждаем на форумах те проблемы, которые уже проблемы вчерашнего дня, по большому счету. А технологии развиваются быстрее, чем развивается институциональная медиа, чем журналисты и редактора реагируют на меняющиеся запросы потребителя. Когда темп динамика изменений в медиапространстве ускорится, мне кажется, что более эффективно будут работать медиаресурсы. И, кстати, то же самое касается и вразийского направления. Пока вот этот разрыв в динамике, разрыв во времени, он бросается в глаза. А в какой из стран евразийского пространства лучше всего справляются с этими проблемами? Ну, в России динамичная ситуация меняется. И действительно, у нас здесь многие решения, на мой взгляд, в медиапространстве своевременные. Но в России страна больше. Поэтому тут сложно сравнивать, потому что объем потребителей, он разный. В России в разы же больше, чем в Казахстане и Беларуси. Соответственно, и проблем больше. Но в целом, я бы сказал так, что примерно одинаковая ситуация и в Казахстане, и в России, и в Беларуси. Вот такого уж глобального различия между ними нет. Как вы думаете, как будет выглядеть медиапространство, когда Евразийский союз и вот это евразийское пространство докажет свою роль, свою ценность и значимость? И, может быть, присоединятся новые страны, крупные игроки политические и мировые поймут значение и роль этого союза? Я думаю, что так же, как и в Евросоюзе, роль национальных медиа будет сохранена. Это безусловно. Но они будут больше ориентированы на отражение интеграционной темы. Потому что это будет часть жизни того общества, в котором они будут существовать. Что же касается евразийских медиа, я имею в виду объединяющих. Но таких проектов не должно быть очень много. Но они должны быть мощными, авторитетными и, самое главное, ориентированными на интересы потребителя. Вот когда, в примере, РИА Новости будет поддержана другими структурами, другими ресурсами, я думаю, что будет заложен фундамент для формирования полноценного пула евразийских медиа-СМИ. Пока это только еще проект. Потому что есть у нас мир, но Союз довольно интересно, успешно работающие проекты. Есть издание, например, старосоюзные вещи, тоже очень хорошо работает. Но, понимаете, у них все-таки довольно узкий сегмент тех, кто их читает. Аудитории мало. Им надо, они не обижаются, когда говоришь, что вот что-то так... Кто знает, допустим, о жизни союзного государства в Москве, особенно среди молодежи. Они воспринимают это на свой счет, думая, что это оценка их качества журналистской работы. Ничего подобного. Там прекрасные журналисты, отличные специалисты. Но задача, а как завоевать дополнительную аудиторию? Как сделать так, чтобы о жизни союзного государства, о жизни евразийского интеграционного проекта читал, в том числе и молодежь? Это задача совершенно другого порядка. И, конечно, сейчас я не могу вам сказать рецепт, над этим активно работаем. Каким образом эту аудиторию системно расширить? И особенно за счет молодежной аудитории. Эта проблема очень актуальна, и от нее в многом будущем зависит, и как будет успешно реализовываться и интеграционный проект в целом. Может быть, вы, как политолог, историк и сотрудник Московского государственного университета, знаете ответ на вопрос, а как завоевать ту самую аудиторию, по которой у всем есть проблемы? Никто не знает, как правильно с ней сегодня работать. Для начала эту аудиторию надо понять. У меня сыну 16 лет, и я достаточно активно общаюсь с его сверстниками, понимаю, впрочем, что московская молодежь – это вовсе не молодежь Белоруссии, СНГ и так далее, это специфическая аудитория. Но все равно я понимаю, что главная проблема в том, что мы ее не знаем и не очень понимаем. Возник поколенческий конфликт. Мы, наше поколение, там, 35, 45, 50 формировались, воспитывались, проходили школу и вуз в советских условиях. Совершенно другая психологическая атмосфера, другие ментальные установки. Это поколение, тем, кто мы сейчас 16, 17, 20, они родились уже после распада СССР, и у них другие целевые установки, другие мотивации. Прежде чем что-то делать, нужно очень внимательно этот поколенческий разрыв изучить, в том числе с научной точки зрения. Понять его суть и смысл, понять, каковы вот эти мотивации, ценностные ориентиры нового поколения в России, в Казахстане и в Белоруссии. Мне кажется, что мы недостаточно внимания этому уделяем. Многие вообще отрицают наличие поколенческого конфликта, считая, что дети перебесятся, такими же будут. А я не уверен, что они будут такими же, потому что они уже формировались в деологизированном обществе. И их ориентиры, мне лично кажется, очень сильно размытые. Они даже, я бы сказал так, не сформированы. Государство ушло из идеологической сферы, церковь или там любые другие силы еще туда не вошли. И поэтому получается, что во многом они как бы предоставлены самим себе. Ну, если не брать семью и так далее, это риск. Риск для... Потому что через 10 лет это поколение войдет в момент принятия решений. Они будут определять политические, бизнес-решения, а мы не знаем, какими они будут. Так может быть, им эта интеграция не нужна будет? Они уже дети независимых государств. Мы должны, по крайней мере, предлагать им интеграцию, как один из форматов, ну что ли, успешной самореализации. Вы знаете, если молодые управленцы будут знать, что их карьера в евразийских интеграционных структурах – это социальный лифт, который дает им движение наверх, вот эта мотивация в любом случае в них присутствует. Они амбициозные. А значит, мы должны дать возможности им амбиции реализовывать именно на этом треке, на этом направлении. А если такой... То есть задача-то наша как раз заключается в том, чтобы предоставлять в рамках интеграционного вектора возможность для самореализации. А пока наш механизм вот этой интеграции, он еще только раскручивается. Он еще не заработал на полную мощность. Но эту тему мы уже должны держать в голове. Потому что когда мы формируем пул евразийских комиссаров по аналогии с Евросоюзом, мы должны также и понимать, что туда надо увлекать молодых евразийцев, создавать общественное движение типа «Молодая Евразия», создавать молодежный евразийский парламент. То есть разрабатывать такие проекты, которые, они не затратные, они не требуют каких-то сверхусилий со стороны государственных органов. Но они решают две задачи. Первое. Амбиции молодежи дают возможность реализовать. И второе. Они выстраивают коммуникации между молодежью, Россией, Казахстаном и Белоруссией на неформальном уровне. Потому что я вот всех почти знаю экспертов, с которыми мы будем вечером на панели выступать. Они из 10-12 стран. Но это мои сверстники, с кем я постоянно общаюсь. А молодежь ведь не знает друг друга. Сколько россиян, молодых, никогда не было в Белоруссии. Никогда не было в Минске, никогда не было в Бресте, никогда не было в Белорусской Пуще. Как они могут сказать о своем отношении в Белоруссии, если они не знают Белоруссию? Вот это проблема. А Казахстан еще хуже. А Казахстан еще хуже. А сколько, ну там есть огромная граница. И я не говорю про Москву, а про переграничные. Они все равно общаются друг с другом. А Белоруссия с Казахстаном. Все намного хуже. А это проблема. Но вы все же не исключаете мысли, что вот именно это новое поколение управленцев, достигнув возраста принятия решений, откажется от вот этих интеграционных ароматов? Это наша вина будет. Потому что, значит, мы не создали условия, при которых для них это будет естественным выбором.